Хрупкая девятиклассница владеет саблей не хуже представителей сильного пола. Такие навыки для воспитанников казачьего движения – дело обычное. На Алтае движение появилось 17 лет назад и почти сразу стало активно сотрудничать с детскими образовательными организациями Барнаула, Камена-Аби, Бийска и Алейска. Выступать нравится, петь нравится, с шашкой нравится крутить. С казаками на различные выступления, на концерты ездим. Тоже вот это все нравится. Барнаульская школа номер 48 пока единственная в крае, где есть классы казачьего воспитания. На одном уровне с обязательными предметами – математикой и биологией – ребята здесь изучают традиции и обычаи, которые появились еще во времена Ермака. Мы используем для себя и для детей богатый нравственный запас казачьей культуры, казачьих традиций, которые помогают нашим детям становиться более ответственными. Перед собой, перед семьей, перед Родиной. Кроме того, это момент, который помогает нам правильно сформировать гендерное воспитание. Пока обучение казачьей культуре в школе больше похоже на любительский кружок патриотического воспитания с уконом на художественную самодеятельность. Но в планах педагогов дать проекту настоящую культурную образовательную программу. У нас вообще нет цели оказать молодежь. Наша цель, если так сказать, удержать молодое поколение, вот этих ребятишек, прямо скажем, от подворотни, довести их до службы в армии, направить, если годен, по состоянию здоровья в элитной части. Между тем, в 48-й планируют открыть еще несколько классов с изучением казачьей культуры и традиций. Правда, представители казачьего угрока переживают, что немногие родители пожелают отдать туда своих детей, ведь только на пошив формы потребуются внушительные средства. А государственные структуры и патриотическое казачье движение пока поддерживают не особо активно. Ирина Харитон, Александр Атропов. Наши новости.